О проекте федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Проект федерального закона внесен Законодательным собранием Тверской области, которое доверило представлять законопроект депутату Государственной Думы Владимиру Николаевичу Плигину. Ему я и представляю слово. Пожалуйста. Уважаемый Борис Вячеславович, уважаемые коллеги, законопроект, предложенный Законодательным собранием Тверской области, предлагает внести изменения в три федеральных закона. Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Федеральный закон о выборах президента Российской Федерации. Федеральный закон о выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Предлагаемые субъектом правозаконодательные инициативы, изменения во все перечисленные федеральные законы предусматривают исключение в избирательном бюллетене графы против всех списков кандидатов против всех кандидатов. Как следует из пояснительной записки, такой подход ни в коей мере не мешает выражать личное мнение гражданина по отношению к тому или иному кандидату и политической партии и позволяет сделать подход избирателя к предстоящему выбору более осознанным. Вместе с тем, исключение графы против всех в избирательных бюллетенях должно стать фактором, стимулирующим участников законодательных кампаний более качественно и эффективно проводить работу среди избирателей. Принятие данных поправок позволит снизить вероятность возникновения ситуации, когда выборы признаются несостоявшимися, и назначение повторных выборов, что влечет за собой расходование дополнительных бюджетных средств. В большинстве стран такая форма политического волеизъявления. Как голосование против всех практически не распространено. А считается, что если избирателю не за кого голосовать, он просто не приходит на выборы. К таким странам относятся Австрия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Германия, Греция, Италия и другие страны. В некоторых странах, Армения, Белоруссия, Киргизия, Украина, графа против всех в избирательном бюллетене имеется. Я должен сказать, что вы знаете историю появления в 1993 году такого рода графы у нас. Вначале она не имела, как бы являлась исключительно, назовем так, статистической. В 1994 году и последующей ей начало придаваться правовое значение. Комитет отмечает, что отсутствие графы против всех кандидатов в избирательном бюллетене не ущемляет демократические принципы участия граждан в избирательном процессе. Отмечая определенные недостатки законопроекта, в том числе необходимость внесения изменений, допустим, в законодательство, связанное с местным самоуправлением, мы в то же время рекомендуем данный законопроект принять в первом чтении. Спасибо. Спасибо, Владимир Николаевич. Учитывая, что у нас и содокладчиком является Плигин Владимир Николаевич, мы, скажем так, закончили эту часть доклада и содоклада. Будут ли вопросы к Плигину Владимиру Николаевичу? Ну, поднимаются руки, поэтому я прошу включить режим записи на вопросы. Мы для себя тоже исключаем возможность, что никого без других партий в смысле исключено. Покажите записавшихся. Чуев Александр Викторович, пожалуйста. У меня вопрос к докладчику. Я хотел бы уточнить, вот последние результаты, в том числе региональных выборов, когда за графу против всех голосовал достаточно большой процент избирателей. Не означает ли это, что на сегодняшний день существует востребованность этой графы, и люди таким образом, когда голосуют десятками процентов, показывают, что их не устраивают те политические силы, либо программы тех политических организаций соответствующих региона, за которые они не хотят голосовать. И поэтому, таким образом, мы можем видеть, на самом деле, что ситуация может быть не совсем приемлемая в регионе, и что-то надо менять в политическом смысле. Уважаемые коллеги, уважаемый Александр Викторович, вы поставили вопрос о, скажем, связанной с предназначением данного института. Каждый институт, формируемый правом, имеет свое собственное назначение. И в том случае, если мы хотим выявить некие настроения, которые связаны с неудовлетворенностью деятельности органов государственной власти, имеются совершенно иные правовые институты выявления такого рода неудовлетворения. Это, допустим, связано с обращением граждан, это связано с действием законодательства о правилах осуществления митингов, шествий, это связано с законодательством о средствах массовой информации. Задача законодательства о выборах не устанавливать эти настроения. Задача законодательства о выборах заключается в том, чтобы имелись возможности формирования действенных органов власти в государстве. В этой связи, в связи с вашим вопросом, я бы хотел привести некоторую статистику. Допустим, в 2005 году на выборах в органы местного самоуправления в 30 муниципальных образованиях выборы были признаны несостоявшимися в связи с тем, что было голосование против всех. Мы должны четко совершенно понимать, что отсутствие действенного органа реализации полномочий ведет в том числе к ущербу гражданам, в том числе к ущербу налогоплательщикам, которые вынуждены повторно в данной ситуации тратить деньги на выборы. Спасибо. Киберев Борис Григорьевич, пожалуйста. Уважаемый Владимир Николаевич, вы сказали о том, что плохо, если из-за малой явки избирателей выборы признаются несостоявшимися. Действительно, это плохо, потому что повторные затраты, они радости никому не приносят. Вот я, например, очень законопослушный и политически сознательный гражданин. Я считаю своим долгом прийти на выборы, и я пришел. Но я посмотрел, а мне там голосовать не за кого. Я ни одну из политических сил или кандидатов, представленных в бюллетене, не поддерживаю. Разъясните мне, пожалуйста, мой принцип поведения. Я что, уйти должен или не приходить должен на эти выборы? В чем состоит моя политическая свобода, мое право принять участие в выборах? Уважаемый Борис Григорьевич, первая часть ответа будет некорректная, потом я дам корректную часть ответа. Ваша форма политического выбора будет заключаться в том, что вы должны создать некое общественное движение, которое прорастет в политическую партию, и организовать умонастроение людей, которые отражаются позицией против всех. Это же тоже одно из видов умонастроения. Следующий момент, на который бы хотелось обратить внимание. Мне приходилось читать программы политических партий в настоящее время практически всех, которые прошли регистрацию. Очень сложно выбрать еще некоторое направление политической мысли, структурированное, концептуально прописанное, вербально выраженное по сравнению с теми программами, которые есть. Поэтому мне кажется, что весь спектр политических взглядов, а он не очень большой, правые, левые, центристские взгляды, и весь спектр политических взглядов детально представлен политическими партиями Российской Федерации, которые действуют в легальном пространстве. Спасибо. Попов Сергей Алексеевич, пожалуйста. Владимир Николаевич, у вас было блестящее выступление с чисто правовой точки зрения. Но поскольку мы живем на реальной земле, то не находите ли вы, что в том случае, когда властями принимаются действия, направленные на ограничение прав граждан путем заказных решений, как что иногда, может быть не очень часто, но бывает, путем снятия неугодных кандидатов и так далее. Что в этом случае лучше все-таки гражданам оставить возможность голосовать против всех. При этом правящие партии, администрации, правительства могли бы использовать свои усилия в том направлении, о котором вы говорили, объясняя, что действующие кандидаты очень хорошие и не нужно голосовать против всех. То есть убеждением, а не силой действовать. Уважаемый Сергей Алексеевич, я абсолютно согласен с вами, что нам еще нужно очень длинный путь пройти, для того, чтобы реализовать принципы, установленные пунктом первой статьи первой Конституции. Демократическое федеративное правовое государство. Но, тем не менее, давайте действовать в рамках этих принципов, так как и право, и возможности личного поведения это позволяют. Но вот вычленить в вашем вопросе действия каждого отдельного института, подвергать их разбирательству в настоящее время, вы понимаете, что малоперспективно. Спасибо. Бенедиктов Николай Анатольевич, пожалуйста. Владимир Николаевич. Все тот же вопрос. Вот по вашему выступлению считается, что люди не ходят раз против всех, то не ходят голосовать. Но вы же сами сказали, 30 регионов, где сходили, значит, они были наполнены мыслью проголосовать за кого-то и проголосовали против всех. Это тоже воля изъявления. И вторая вещь. Действенные органы власти можно формировать совершенно без всяких выборов, приказом, запросто, без проблем. Это доказывает вся, так сказать, история. И дешевизна тут, безусловно, присутствует. Я вопрос переведу вот в такую плоскость. У нас по Конституции воля изъявления народа. Вот в данном случае это ключевой принцип демократии. А вы пока в выступлении свели все к дешевизне, к действенности, ну и отсылке на, может быть, не самые лучшие этапы. Воля изъявления в таком случае одним из пунктов только... Я бы хотел уточнить, что речь идет не о регионах 30, а речь идет о муниципалитетах. То есть это более такое правильное. Следующий момент. Вы, как историк, ставите вопрос исторической целесообразности тех или иных форм управления и структурирования государства, государственного строительства. Вопрос, значительно выходящий за предмет данного обсуждения, эффективности или неэффективности, допустим, монархической формы государственного управления, дешевизны или, наоборот, не дешевизны. Кстати, я должен сказать, что даже если мы говорим о монархии, то она в ряде случаев не является дешевым институтом. Это вы тоже, как историк, знаете. Но, тем не менее, у каждого явления есть своя собственная задача, свое собственное внутреннее предназначение. Рамки канона, задача этого института, формирование органов власти в демократической структуре государства. Поэтому я считаю, что эта задача должна реализовываться, и наличие графы против всех не способствует реализации этой задачи. Это, кстати, достаточно подробно анализировалось в ряде выступлений в Конституционном суде Российской Федерации, когда шла речь об обсуждении возможности создания фондов для агитации, для голосования против всех. Посмотрите, пожалуйста, стенограмму. Спасибо. Спасибо. Гартенк, Валерий Карлович. Уважаемый Владимир Николаевич, Вы в своем выступлении одним из мотивов, скажем так, убирания, или, как сказать, главы против всех, Вы назвали мотив, что при голосовании против всех повышается вероятность повторных выборов, то есть срыва голосования. Но практика показывает, и вот последние довыборы в Государственную Думу показали, что при явке 26%, что на 1% выше минимального порога, из числа пришедших на избирательные участки 30% проголосовали против всех. То есть если сейчас мы уберем графу против всех, явка будет еще ниже, и это увеличит вероятность повторных выборов. Это первое. Хотелось бы услышать Вашу... Уважаемый Владимир Николаевич, Вы, видимо, говорите о выборах 2005 года. Это были одни выборы, да? Об этом факте идет речь. Уважаемый Владимир Николаевич, действительно, такого рода одни выборы были. Что касается вопросов явки, то вопросы явки не связаны в том числе с наличием или отсутствием графа против всех. Вот такого рода прямую корреляцию, или только как один из факторов, я бы не проводил. Это явление, в принципе, явка на выборы связана с политической активностью населения. Я должен сказать, что такого рода проблема политической активности населения, или тот низкий процент явки, о котором Вы говорите, это не только проблема Российской Федерации, это проблема многих стран мира. Поэтому эти проблемы преодолеваются политическими методами. Выхватывать один из критериев, тот, который был указан в докладе, я бы не стал. Их необходимо анализировать комплексно. Спасибо. К поведению грешневиков, Анатолий Николаевич, пожалуйста. Наверное, вопросы? Да, спасибо. Тоже вопрос, Владимир Николаевич. Почему вместо графы против всех не сделать другую практику заставить избирателей ходить на избирательные участки, как в некоторых европейских государствах, штрафуют тех, кто не ходит на выборы рублем? Мне кажется, это более действенная форма. То есть, обязать всех ходить на выборы, если не ходишь на выборы, тебя штрафуют. Вот тогда не будет, значит, возможности вводить такую графу, как графа против всех. Анатолий Николаевич, единственное, что могу сказать, пока в европейских странах, к сожалению, не штрафуют рублем. Может быть, в перспективе будут? Значит, это первый аспект. Второй аспект. Мы проходим стадию развития демократического процесса, поэтому я думаю, что мы формируем определенную политическую культуру. Сейчас она сформирована, она, к сожалению, доразвивается, эта политическая культура. Поэтому вполне возможно, на какой-то стадии политической культуры возникнут и вопросы, связанные с ответственностью. Но, думаю, не в ближайшее время. Спасибо. Спасибо. Вопросы заданы. Уважаемые коллеги, если желающие выступить, Владимир Николаевич, присаживайтесь. Учитывая, что на левом фланге очень много рук и меньше на правом и в центре, наверное, надо по депутатским объединениям предложить. Нет возражений? Возражений нет. Тогда, пожалуйста, от фракции КПРФ Купцов Валентин Александрович. С места, да? С места включите микрофон, пожалуйста. Уважаемый Борис Вячеславович, уважаемые депутаты, наша фракция рассматривает данный законопроект как очередную атаку партии власти на демократические принципы выборов в России. Реализация данной инициативы приведет к дальнейшей дискредитации избирательного процесса и выборов как способа формирования государственной власти. В выступлении Владимира Николаевича прозвучала мысль о том, что ликвидация этой графы против всех даст какие-то дополнительные шансы политическим аутсайдерам. Были и другие аргументы. Но на самом деле все изменения, которые вносятся в избирательное законодательство в последние годы, является отходом от принципов демократической системы в угоду именно партии власти. Вспомним, что именно вашими голосами были установлены два фиксированных срока для голосования на выборах в органы госвласти и органы местного самоуправления. Это существенно усложнило положение небольших партий, которые просто не успевают отмобилизовать необходимые ресурсы сразу в большом количестве регионов. Запрет на создание избирательных блоков также отсек от активного участия в политической жизни небольшие партии и объединения. Установление 7-процентного проходного барьера привело к сокращению партии числа партий в Государственной Думе и, следовательно, резко уменьшило количество населения, чьи интересы защищает парламентские партии. Отмена выборов в одномандатных округах приведет к демонтажу механизма непосредственного представительства интересов избирателей конкретными депутатами. Зато резко увеличит, и мы будем скоро свидетелями, громадного количества свадебных генералов, паровозов, которые будут представлять партии только в ходе избирательного процесса. Подавляет политические силы, особенно на местах и установлении фиксированного количества членов партии и партийных организаций в регионах. Социологи не зря говорят, что те, кто мог бы выразить свое мнение, используют графу против всех, просто не будут дальше участвовать в голосовании, а за этим, как всегда, последует новое уменьшение численности избирателей, необходимых для подведения итогов выборов. Год назад Государственная Дума пыталась отменить графу против всех в ходе обновления избирательного законодательства. Однако тогда графу против всех отдали наоткуп регионам, чтобы каждый из них определился самостоятельно. На федеральных выборах протестную графу тогда решили оставить. В конце года, прошлого года, Конституционный суд рассмотрел правомерность протестной агитации и подтвердил конституционность права граждан агитировать за кандидата против всех. Следовательно, запрет протестного голосования носит антиконституционный характер, ибо лишает огромное количество граждан единственного шанса выразить свое отношение к манипуляции власти в ходе выборов и проводимой ими политики. Фракция КПРФ будет голосовать против данного законопроекта, поскольку он ущемляет права избирателей на альтернативную точку зрения, является еще одним шагом в отходе от принципа подлинной демократии. Ликвидация графы лишит граждан едва ли не единственной возможности для самой партии власти увидеть реакцию населения на то, что власть сотворила с избирательной системой. Я вот как-то долго думал, а почему же этот принцип пытаются вести для выборов президента. И вчера, прочитав, как и многие, наверное, газету «Коммерсант» и последние опросы «Левада-центр» по рейтингам претендентов на президента, понял суть вносимых сегодня поправок. Если вы заметили, рейтинги, обозначенные в газете о первых двух вице-премьеров, стоят на уровне 10-7%, точно так же, как и у других основных претендентов. А вот графа «Против всех» за список предложены самые элиты сегодня политические – 18%. И в этом я вижу громадную опасность на предстоящих выборах провести тех наследников президентского престола. И думаю, что здесь просто делается все необходимое для того, чтобы на дальних подступах обезопасить путем вывода статьи против всех, привлечь избирателей и работать уже в протяжении полутора лет, тренируясь фактически на этой схеме. Поэтому это все выглядит, конечно же, недемократично. И, видимо, партии власти просто опасаются за сегодняшнее состояние. Я думаю, что история покажет, кто был прав. Спасибо. Спасибо. От ЛДПР. Нет, есть. Да, Овсянников Владимир Анатольевич, пожалуйста. Спасибо, Борис Вячеславович. Я по поводу вот этого законопроекта хотел бы сказать, что прав Владимир Николаевич Плигин, когда сказал, что если собрать воедино все политические программы, всех политических партий, общественных движений у нас на территории Российской Федерации, то, мне кажется, всем на вкус и цвет хватит, так сказать, позиций, чтобы самоопределиться с выбором. И действительно, ведь мы, по сути, принимая этот закон, он правильный закон, по сути, мы уходим от анархии в избирательном процессе. Ну что, понятно, что никто не будет делать эксперимент, проводить такой эксперимент, баловаться с такими экспериментами, так сказать, создать ряд партий по всем направлениям, по всем симпатиям, по всем, я не знаю, там, конфессиям, наклонностям сексуального характера, эти партии выставить на выборы. И все равно найдутся такие, которые обязательно придут и проголосуют против всех. То есть такая вот дешевая бравада, потом сказать, да я всех против, так сказать, послал на одни буквы, так сказать, не хочу ни за кого голосовать. То есть, по сути, это анархия. И закон уходит от анархии в избирательном процессе. И, как правило, социально-психологический портрет голосующих против всех показывает, что они после выборов начинают убивать пороги всех политических партий. Хотя за них не голосовали. То есть приходят и требуют от кандидатов, которые не получили поддержки, в поддержку, так сказать, свою их голоса, они с ними постоянно сталкиваются. То есть с одними и теми же людьми. Потом они приходят и заявляют, мы голосовали против всех. Что ты сюда пришел? От кого ты просишь помощи и поддержки? Если ты вообще не голосовал ни за кого и не хочешь создать на свою политическую систему страны. Хочешь быть апатичным в жизни общества. Поэтому все правильно. И закон абсолютно правильный. Демократия это не анархия, так сказать. И меня тоже поражают последние высказывания коммунистической фракции по поводу сохранения демократических устоев общества. Как-то, ну, интересно мне становится. Может быть, все-таки действительно СПС, Яблоко и КПРФ объединиться на правом фланге. И плюнуть уже на левую идею, так сказать, и побросать красные знамена. То есть это, в первую очередь, закон и вас поддерживает, вашу политическую структуру. Потому что никто не будет рыться в политических программах и смотреть, какая программа лучше, а какая хуже. Все уже привыкли к давно сформировавшимся брендам, так сказать, давно раскрученным партиям. Поэтому отсекаются ненужные, абсолютно ненужные, абсолютно, скажем так, малоэффективные политические структуры. И, конечно, голоса избирателей пойдут к нам. И, в конце концов, есть выход из этой ситуации. Если не может избиратель поставить в графе против всех свою, так сказать, знак, галочку или кресть, в конце концов, никто ему не запрещает скомкать, порвать, перечеркать этот бюллетень, и он уйдет в разряд испорченных. Но это не будет влиять на результаты подсчета, на результаты проведения выборной кампании в целом. И не нужно будет потом действительно устраивать дорогие перевыборы, и кандидатам вновь готовиться к избирательной кампании. Поэтому фракция ЛДПР будет голосовать за этот закон. Все правильно, пора выравнивать, пора ужесточать избирательное законодательство, и хватит разводить анархию. Поэтому у всех есть возможность определиться. У кого, так сказать, нет этой возможности, кандидаты в депутаты донесут позиции. Тогда, значит, нужно внимательнее и четче доносить до избирателей позиции партии. В любой программе, любой партии, даже партии «Единая Россия», все равно есть оппозиционные, где-то моментом оппозиционные нотки. Поэтому было бы желание почитать, посмотреть и просто вникнуть в смысл происходящего. Извините, а таких вот, скажем так, дешевых, кто балуется дешевой бравадой и потом хвастаясь, так сказать, на заваленке, говорит, что я голосовал против всех, не уменьшится и не увеличится. Ну, по крайней мере, это не будет достаточным поводом для того, чтобы снова проводить выборные кампании, вот исходя, и да, и тратить бюджетные деньги. Поэтому ЛДПР за этот закон. Спасибо. Вот «Единая Россия». Гончар Николай Николаевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, уважаемый Борис Вячеславович, избирательная система в нашей стране претерпевает непрерывные и серьезные изменения. И если было понятно, почему в бюллетень, в который включены фамилии кандидатов, скажем, по одномандатному округу, включалась позиция против всех, это давало возможность сказать, ни один из кандидатов в депутаты меня не устраивает. В данном случае речь идет о том, что система меняется в пользу голосования по политическим партиям, в том числе и, в конце концов, это произойдет и на уровне органов местного самоуправления. И действительно, такое изменение в законодательстве побуждает гражданина сделать выбор. Это выборы, а не возможность подслать всех туда, куда говорил сейчас представитель ЛДПР. Мы действительно хотим, чтобы наш гражданин сделал этот выбор. Теперь далее. Сказать, что подобного рода изменения выгодны единой России, либо полный непрофессионализм политический, либо внятные лицемерия. Понятно, что те, кто голосовали против всех, никогда не проголосуют за политическую партию, реально находящуюся у власти. И думать, что мы не понимаем этого, это несправедливо нас недооценивать. Мы это понимаем и, тем не менее, выбирая между тактическими интересами, сиюминутными и интересами формирования политической системы в нашей стране стратегически, выбираем стратегический интерес в ущерб своим сиюминутным. Повторяю, еще раз понимаем, в любом субъекте Российской Федерации участвует Единая Россия и, скажем, на выборах и Компартия. За кого проголосуют те, кто раньше голосовал против всех? Понятно, за Компартию. Мы это знаем и осознанно на это идем. Другой вопрос. И это я уже как представитель комиссии по вопросам практики применения избирательного законодательства. А не получится ли так, что та политическая партия, которая может набрать в субъекте Федерации значительное число голосов, а графы против всех, нет, в данном случае против всех политических партий, будет судебным органом субъекта Федерации снята с выборов? Обратите внимание, последние снятия на федеральном уровне, на уровне Верховного Суда отменялись. И поэтому серьезно думаем над тем, каким образом создать ситуацию, чтобы судебная система на уровне субъекта Федерации, там, где она решает конкретный вопрос, не имела возможности принятия политически ориентированных решений. Это серьезный вопрос. Мы над этим думаем и будем эту часть законодательства совершенствовать. Наша фракция будет голосовать за. Ставелев Андрей Николаевич от фракции Родина. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, позвольте не поверить чистоту помыслов партии власти. Мы многократно могли убедиться, что эти помыслы вовсе не так безоблачны, как сейчас об этом рассказал Николай Николаевич Гончар. Поскольку здесь разговор несколько вышел за, собственно, законопроект, хотел бы напомнить, что политические партии не делятся на правые, левые центристы. Так делят их только журналисты, и не следует идти за ними в этих определениях. Политические партии, с точки зрения идеологии, делятся на левые, социалистические, либеральные и консервативные. Что касается консервативного партии строительства, то она у нас сейчас находится в зачаточном положении, консервативных полностью консервативных партий сегодня нет. То же самое я хотел сказать о монархии Владимиру Николаевичу Плигину. Монархия, безусловно, дешевле, чем ахлократия и олигархия. И в истории это легко проследить. Что касается законопроекта. Этот законопроект направлен против уже сложившейся политической культуры нашего населения и проявляет неуважение к гражданам, которые свою политическую активность выражали именно так, приходили на избирательный участок и выбирали там, выбирали против всех. Как известно, социологи прекрасно знают, что те, кто приходят на избирательные участки, в большинстве своем именно там определяются, как им голосовать. Сегодня эти люди вынуждены будут разворачиваться и уходить ни с чем. Им не предлагается никакого выбора, никакой возможности сделать политический акт. Кроме того, необходимо сказать, что голосование против всех является сигналом для власти, что власть занимается самоорганизацией, а не опирается на мнение граждан. И в последнее время резкое повышение голосования против всех показывает, что в России сложилось олигархическое правление, не имеющее ничего общего с интересами граждан. Вам, партия «Единая Россия», дается сигнал. Вы этот сигнал принимаете с точностью наоборот. Вместо того, чтобы изменять свою политику, вы отменяете графу против всех, и вообще отказываетесь фиксировать те настроения, которые есть в обществе. Необходимо также сказать, что данный законопроект способствует фальсификации выборов, которые сегодня идут активнейшим образом с использованием административного ресурса. Возникают широчайшие возможности для манипулирования теми бюллетенями, которые не будут использованы, поскольку граждане не смогут выразить свое мнение на выборах. Еще немного снизить планку для признания выборов состоявшимися в регионах, скажем, с 25 до 20 процентов, и тогда однопартийность в региональных выборах восторжествует в полной мере. Скорее всего, партия власти добивается именно этого. Однопартийности, причем такой однопартийности, которая выражает только интересы олигархии, и ни в коем случае не интересы народа. В связи с этим, не соглашаясь с характеристикой партии власти, которая якобы имеет совершенно чистые помыслы здесь, фракция Родина отказывается от поддержки этого законопроекта и будет голосовать против. Фракция Родная воля Сепр. Бабурин Сергей Николаевич, пожалуйста. Уважаемый Борис Вячеславович, уважаемые коллеги, мы бурно, сложно и с большими спорами обсуждали этот законопроект, поскольку действительно это устоявшаяся практика, когда избиратели могут прийти и, не отдавая предпочтение ни одной из политических партий или ни одному из кандидатов, проголосовать против всех. И все же в большинстве мы, я в этом, например, однозначно убежден, выступаем за устранение этой графы из бюллетеня. Я выступал против графы против всех, когда она вводилась. И тогда говорил, что это кухонная оппозиция, когда мы позволяем людям изображать для себя моральное самооправдание, не принимая никакого политического решения. У нас есть политические партии. Вот, выберите любую. А когда мы даем и подталкиваем человека, колеблющегося в выборе, а ты не делай выбора, ты можешь спрятаться за псевдопринципиальную позицию, проголосовать против всех. Вместо того, чтобы тогда этому человеку нужно было бы доказывать, что он против той системы, которую навязывают, против всех политических партий, которые ему не нравятся, и он должен идти на пикет, идти на митинг, он должен участвовать в акциях гражданского неповиновения. Ему говорят, закройся на кухне, поворчи, что все сволочи, ты один хороший, и сходи, проголосуй против всех, и до следующих выборов считай себя порядочным гражданином. Ну, хватит потакать таким настроением. Мы должны сказать, что если люди против системы, да, партию «Народная воля» сейчас снимали в нескольких регионах. По Курской области мы дошли до Верховного суда, и Верховный суд, это стыдно, конечно, мне, как юристу, было все это слышать, присоединился к той системе произвола, и не допустил народную волю до выборов в областное собрание Курской области. Но мы стали призывать к бойкоту выборов, мы стали требовать, чтобы действительно пресекли это другим способом, но делать это публично, на улицах, а не только в кабинках. Поэтому я абсолютно убежден, что этот псевдопротест разрушает действительное формирование гражданского общества. И очень жаль, если ряд политических организаций это не понимают, и исходят из принципа «не голосуйте за нас, не голосуйте тогда ни за кого». Я за то, чтобы мы гражданам объясняли необходимость выбора, и те, кто участвуют в выборах, этот выбор делали. А так мы позволяем, мало того, что у нас растет просто неучастие в избирательных кампаниях, мы даже тем, кто приходит, говорим, не думай вообще-то о программах, не думай о кандидатах. Вот у тебя можно... Ты самый умный, вообще ты должен бы быть депутатом, поэтому проголосуй против всех, потому что все в подметке не годятся. Поэтому я считаю, что этот законопроект своевременный, и мы призывать должны всех граждан делать выбор осознанно. И мы должны, чтобы гарантировать устранение тех причин, сомнений, о которых говорили коллеги, привлекать к уголовной ответственности избирательных, членов избирательных комиссий и тех должностных лиц, которые под надуманными предлогами снимают кандидатов или политические партии. В том числе разобраться с судебной системой, когда у нас отдельные судьи стали уже просто обслугой в политических кампаниях. И мы должны говорить о восстановлении функции прокуратуры по надзору за решениями судебных органов. Потому что, когда выносятся абсолютно неправосудные решения, ну ладно, когда речь идет об избирательной системе, а когда речь идет о судьбах людей, и абсолютно неправосудные приговоры, заведомо неправосудные. И ни один судья не привлечен к уголовной ответственности, прокуратура не может реагировать, а судебная система корпоративно покрывает друг друга. Поэтому я считаю, что мы должны здесь сделать хотя бы этот небольшой первый шаг, который будет укреплять гражданское общество в нашей стране. Спасибо. Просит Попов Сергей Алексеевич. Не будет возражений предоставить слово? Пожалуйста, Попов Сергей Алексеевич. Спасибо. У нас дискуссия по этому закону несколько странная. Вот выступает представитель Единой России Николай Николаевич Гончар и говорит, что партия Единая Россия наступает себе на горло, принимая этот закон. Радеет за родину, в смысле за страну, но никак не за себя. И что от этого закона выигрыш будет у коммунистической партии. Одновременно коммунистическая партия выступает почему-то против закона, который вот ей пойдет на пользу. На самом деле, если говорить серьезно, то я бы полностью согласился с Владимиром Николаевичем Плигином, что в демократических странах такая графа не нужна. И ее можно было бы отменить. Но то в демократических странах. А вот в странах с управляемой демократией, я думаю, что эта графа нужна. А поскольку наша страна относится не к демократическим странам, а к странам с управляемой демократией, то ее следовало бы оставить. Вопрос ведь стоит на самом деле не в числе программ, которые выдвигают партии. Программ делится очень немного. Вопрос в доверии к тем, кто эти программы выдвигает. Вопрос в их честности. Как вы думаете, уважаемые депутаты, если бы та партия, которая сегодня имеет большинство в парламенте, заявила бы заранее, что будут голосовать за 122-й закон, за отсрочки от армии, за то, чтобы острова передать китайцам и за то, чтобы убрать несраховые периоды из пенсий? Как вы думаете, после этого партия получила бы то число голосов, которое есть? Я абсолютно уверен, что нет. Есть люди и партии, которые выполняют свои программы, а есть для которых это только средства для того, чтобы попасть в органы власти. Поэтому ситуация намного более сложная, чем об этом говорил Владимир Николаевич, не только вопрос в числе партийных программ, из которых нужно выбирать. Выбирать-то нужно среди исполнителей. Важный вопрос – это на самом деле доверие к властям. Вот именно этим-то и определяется вопрос на голосованиях. Тот факт, что у нас значительное число людей голосует против всех, это означает не потому, что люди приходят и хотят показать фигу в кармане. Таких людей не так много в стране, в том числе и в нашей. Это вопрос общий. Поговорить с людьми, сколько людей, говорит, я не пошел на выбор, почему ты не пошел на выбор, а потому что от меня ничего не зависит. Все решают без меня. Неугодным кандидатам поставят высокий залог, они не смогут его преодолеть. Это избирательный ценз. Совсем неугодных кандидатов снимут, как это показали. После этого выборы фальсифицируют. Так это или не так, где-то, вероятно, так, где-то, вероятно, не так, но это ковамное мнение граждан. И в этом случае лишить возможности голосовать против всех, это означает лишить возможности выразить свою волю. Это означает путь к дестабилизации общества, к тому, что люди выйдут. Я бы вспомнил еще ситуацию 1989 года. Выборы народных депутатов СССР. Вот в Ленинграде у нас, по Невскому району. Баллотируется кандидат в члены Политбюро. Всех остальных кандидатов сняли, чтобы он был один. Чтобы был один кандидат. Да, он не получил тогда нужного количества цифр. Я напомню, что тогда у бюллетеней нужно было набрать 50%, если оставался один. Он их не получил. Это был удар для власти. Так вот, Единая Россия учится на ошибках других и делает все, чтобы таких ударов не получать. Чтобы любыми силами оказаться у власти. Поэтому мы будем голосовать против этого закона. Этот закон в данном случае антидемократичен. Он в пользу управления демократией. Спасибо. Спасибо, Сергей Алексеевич. Вы себя назвали «мы», я так понял. Потому что вы свое мнение высказывали. Уважаемые коллеги, все выступили, как мы договаривались, представители депутатских объединений. Есть ли необходимость выступить полномочному представителю правительства, полномочному представителю президента, докладчику с заключительным словом? Пожалуйста, Владимир Николаевич. Уважаемые коллеги, я хотел бы выступить только в связи с замечанием Владимира Александровича Купцова, который говорил о несоответствии Конституции данного предложения. В этой ситуации позвольте процитировать постановление Конституционного суда Российской Федерации 14 ноября 2005 года по делу 10-п, где, собственно говоря, обсуждался этот вопрос, выдержка. Поэтому, если федеральный законодатель в порядке реализации своих дискреционных полномочий признал возможность голосования, то есть Конституционный суд отмечает, что федеральный законодатель сам имеет право решать вопрос о наличии или отсутствии и графы против всех в избирательном бюллетене. Это страница 4-я, постановление Конституционного суда. Спасибо. Спасибо. Ставится на голосование в первом чтении. Уважаемые коллеги, все представители депутатских объединений выступили. Ставится на голосование в первом чтении проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Кто? За. Прошу голосовать. Включите режим голосования. Покажите результаты голосования. Решение принято. Поведение украшенников Павел Владимирович, пожалуйста. Продолжение следует...